Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Портал Prean.ru и его главный редактор Филипп Белезин начинают очередной вебинар из цикла «Когда есть возможность встречаться онлайн, а других возможностей встречаться нет, давайте встречаться онлайн». Вот уже полтора месяца мы работаем довольно активно, ну, почти полтора месяца в таком режиме, но сегодня у нас вебинар очень необычный. И дело даже не в том, что мы практически не будем касаться, да и почему практически, просто не будем касаться всяких кризисных вопросов пандемического толка, говорить будем о, пожалуй, самой актуальной сейчас задаче для многих людей, у которых есть какие-то накопления, а как эти накопления сохранить и приумножить с помощью недвижимости. Мы и до этого говорили об инвестициях, говорили активно, но сейчас время изменилось, мы действительно оказались в ситуации, когда владение объектом недвижимости сопряжено, может быть, с некоторыми дополнительными трудностями, особенно если вы находитесь здесь, а объект, с помощью которого вы зарабатываете, находится где-то далеко-далеко. И, естественно, набор трудностей, которые здесь возникают, он совершенно нетипичный для обычного времени, когда перемещение по всей планете никаких трудностей не вызывает. Если мы говорим об инвестициях в недвижимость, какие есть основные задачи, как они могут видеть со стороны? Далеко не все готовы инвестировать, во-первых, в большие суммы, да, любая инвестиция в какой-то конкретный объект, но если мы не берем самые недорогие квартиры, скажем, в Болгарии или в Турции, это все-таки суммы от 100 тысяч евро и больше, да, то есть, соответственно, нужно обладать или такой суммой, или рассчитывать на кредит, а такой суммы даже, во-первых, она не у всех есть, во-вторых, не все готовы вот так вот вкладывать в какой-то один объект. И вот сегодня мы поговорим с экспертом, я бы так сказал, оригинального жанра. Я с удовольствием представляю своего друга и коллегу Эрика Розенфельда. Эрик, привет, давай проверим связь. Проверяем. Здравствуйте, спасибо, Филипп, большое. Спасибо всем тем, кто к нам сегодня присоединился. Я слышу вас прекрасно. Отлично. И вот он сегодня представит свои знания, свою философию, свой опыт. Это не значит, что с его мнением нужно соглашаться или что я буду с этим мнением соглашаться. У нас дискуссия, в которую мы приглашаем всех вас принять участие. Собственно, здравствуйте и добрый день, это только для начала. Начнем общаться гораздо более активно через несколько минут. Сразу сделаю объявление, что это первый наш вебинар из серии, целый вебинар, который мы будем проводить с Эриком. Следующий будет проведен у нас 14 мая. Мы будем развивать те темы, которые сегодня впервые затронем. Ссылка на второй вебинар тоже через некоторое время появится в чате. Ну и перед тем, как уже слово Эрику передать, хочу некоторым образом извиниться перед аудиторией. Мы понимаем, что вопросы инвестиций всеми воспринимаются по-разному. И слово инвестиций воспринимается очень по-разному. И среди нашей аудитории она сегодня рекордная ожидается. Есть те, кто является профессиональным инвестором и делает очень много и очень успешно. А есть те, кто только начинают. И мы, соответственно, вынуждены ориентироваться с одной стороны на одну часть аудитории, не забывать о другой. И поэтому мы сегодня начнем, если так можно сказать, со снов. С того взгляда. Еще раз повторю, он не безусловный, но он имеет право на существование, коли уж Эрик является успешным инвестором в недвижимость. И, соответственно, взгляд этого человека, этого эксперта сегодня мы и представим. Ну и вначале хочу просто, чтобы Эрик сам себя представил, как бы, условно говоря, показал свое право рассуждать на ту серьезную тему, о которой мы сегодня посвятим полтора-два часа. Мы с Эриком знакомы больше 10 лет. Его первая публикация на Prean.ru была, как мы недавно выяснили, в 2010 году. Не так уж и плохо. Эрик, в двух словах, как ты пришел вот к этому? Кто ты и чем ты сейчас занимаешься буквально на одну минуту, пока наши еще зрители к нам подходят? Спасибо, Филипп. Действительно, я начал заниматься работой с недвижимостью в 2009 году, собственно, за год до того, как мы впервые начали общаться с компанией Prean. Я тогда оказался более, судя, в Таиланде и начал работать там по продаже курортной недвижимости. Некоторая особенность моей работы заключалась в том, что я много продавал дистанционно уже тогда. То есть, находясь в Паттайе, я жил в Паттайе и работал с недвижимостью в этом городе, я продавал недвижимость тем, которые в этом городе не были или в тот момент не приехали туда. То есть, продажи были дистанционные. На тот момент, мы говорим про 2009 год, из 10 людей, покупавших недвижимость через меня и через моих коллег, один спрашивал про доходность, и 9 говорили, что я хочу домик у моря. Потом через несколько лет я вернулся в Финляндию, начал работать здесь с компанией Habit, очень мощной, серьезной финской компанией. Потом я ехал в Турцию, где я работал в Алании, заведовал, так сказать, отделом продаж у застройщика и изучил, скажем так, работу в этом городе, вообще в Южной Турции. И к тому моменту, это был 2014, 2015, 2016 год, по-моему, уже примерно 6 из 10 моих клиентов спрашивали, как я могу заработать на этой недвижимости. Я понимаю, что я могу купить, там иногда жить и прочее, но мне важен заработок. И вот по мере того, как эти 10-11 лет последних шли, количество людей, которые спрашивали меня о том, как же заработать на недвижимость, становилось все больше и больше. И на, скажем так, на данный момент это практически 100%. И, то есть, короче говоря, я пришел к идее фокусироваться на доходной недвижимости не потому, что я такой страшный пророк и видел, что в будущем это будет трендом. Я был отражающим, отражателем, скажем, того света, который пришел от клиентов, то есть от тех запросов, которые ко мне приходили. Людей все больше интересовало то, каким образом можно зарабатывать на недвижимости. Я начал погружаться в эту тематику, начал много изучать проектов, которые декларируют или утверждают, что они декларируют определенную доходность. Я смотрел изнанку этого бизнеса, я ездил, я трогал, я общался с людьми, ковырялся в том бизнесе, который, по их мнению, приносит эту самую гарантированную доходность и выбирал какие-то, на мой взгляд, интересные варианты, с которыми я сейчас и работаю. То есть, в результате определенного анализа я пришел к очень узкой схеме, к узкому сектору недвижимости. Это получение пассивного дохода, когда деньги, как ваш работник, приносит вам доход. Вот это моя специализация. Окей. Ну, давай перейдем уже тогда к истокам всех этих историй. Понятное дело, что недвижимость сейчас даже из уст тех экспертов, которые относились к ней относительно скептически. Последние месяцы говорят, что недвижимость – это действительно вариант. Вот на акциях погорели, цены на нефть упали, золото – штука нестабильная, вот недвижимость – самое то. Но недвижимость же доходная может называться только в том случае, если ты с нее что-то получаешь. Покупка недвижимости и покупка доходной недвижимости – это, на основном говоря, совершенно разные вещи. Давай в двух словах буквально отчертим, и ты сформулируешь свой взгляд на следующий вопрос. Вот есть там классические схемы. Вот как к ним относиться, если, например, мы говорим о покупке недвижимости и последующей ее перепродаже? Вот вроде как это доходная недвижимость. Про нее ты хотел бы говорить сегодня? Да, в частности, об этом. Действительно, когда мы говорим о том, каким образом недвижимость может приносить вам доход, то есть действительно покупка недвижимости – это трата, это никакая не инвестиция. Сама по себе покупка квартиры где-то в точке X в таком-то городе никакой доходности вам изначально не предполагает. То есть она начинает просить доходный случай, если вы как-то ее используете. Либо вы ждете и перепродаете, там покупая на нулевом этапе и продавая готовое жилье, либо вы сдаете ее в аренду или там чьей-то помощью это делаете, картосрочную или долгосрочную, и она начинает генерировать некий доход. Вот, соответственно, и все. Есть еще редевелопмент, есть еще кое-какие другие формы, но основные в голове у большинства покупателей недвижимости и наверняка посетителей уважаемого портала приан.ру – это вот один из этих двух вариантов. Либо куплю на нулевом этапе и перепродам, либо куплю и буду сдавать в аренду. Вот эти два классических варианта. Я могу о них немножко подробнее рассказать, какие здесь есть. Давай, да, давай все-таки в двух словах, раз мы потом перейдем и к другим способам. Начнем с купли и последующей перепродажи. Что такое? Да. Дело в том, что очень многие люди, которые… Мы говорим про зарубежную недвижимость, плюс скоро мы сейчас дискутируем в рамках портала приан.ру. Для большинства людей, наверное, которые покупают зарубежную недвижимость, для них форма «купил на этапе стройки и перепродал готовая», она понятна и знакома, многие ее уже тестировали у себя в стране. Выглядит там Россия, Казахстан, Украина. Они уже как-то это проходили, и многие на этом заработали. Они видят, что действительно покупаю на нулевом этапе, перепродаю и зарабатывают 50, 30, 40, сколько там процентов. Здорово. И они легко копируют Story of Success, это, так сказать, успешный, замечательный бизнес, на Варну, Таревьеву, Аланию, Батуми и другие, так сказать, известные среднего ценового диапазона курорты. Здесь есть несколько моментов, которые нужно принимать во внимании, которые, как правило, человек, который по этому глише хочет зарабатывать за границей, не учитывает. А причина в следующем. Дело в том, что в курортных зонах, как правило, большинство покупателей нулевого цикла квартир – это люди, которые хотят их перепродать. Попросту говоря, когда вам продают квартиру и говорят о том, что застройщик будет повышать цены, или цены будут расти на 20 или 30 процентов в год, или за два года, то есть период строительства, он предполагает, что эти 30 процентов он через два года получит. В общем, получится неплохой дел. То есть он вложил, допустим, 50 тысяч в квартиру, в Макмакларе где-нибудь, Алании, и заработал 70 тысяч, то есть сколько это, 40 процентов за два года. Это отличная сделка на цифрах. Что происходит в реале? Во-первых, под этой же, так скажем так, с этой же идеей квартира покупают гораздо… То есть вы не один такой умный, вот что я хочу сказать. Очень хочется быть самому таким умным, купить квартиру и потом непременно заработать мне 20 тысяч за два года. Это был бы классный вариант. Но дело в том, что таких умников много. И когда объект достраивается к тому моменту, когда застройщик, а застройщик, кстати, например, в Турции, он, как правило, заранее декларирует, чтобы через год подъем на 10 процентов, а еще через год там на 20 процентов. На сколько-то. И он действительно цены повышает, он свое слово держит. Вот к моменту, когда проект построен, вы оказываетесь на, так сказать, рынке продажи недвижимости с кучей других таких же умников, которые тоже покупали квартиру с целью перепродажи. Ваши соседи слева, и справа, и снизу, и сверху, и так далее. Плюс, не дай бог, вы еще конкурируете с застройщиком, у которого стало, что это не продано. В этой ситуации перепродать квартиру гораздо сложнее, потому что все квартиры типовые. И ваша квартира, скорее всего, не имеет никакой уникальной стоимости относительно соседской квартиры. Вторая вещь, которую очень многие забывают. Я хочу сразу сказать, что то, о чем я говорю, это не мои фантазии, это то, что я слышу от своих клиентов. То, с чем они сами столкнулись неоднократно. И то, на что они мне с вами так жалуются, что у них не сложилось. Поэтому я просто сейчас повторяю слова людей, которые, собственно, об эти грабли уже шишки набили. Ну, так вот, когда дело доходит до продажи, выясняется, что продавец, как правило, забывает о том, что этот цена должна включать в себя комиссию. По-просту говоря, мы знаем, что в Турции комиссии немаленькие. Ну, возьмем, скажем, 10%. Что означает, если вы хотите продать свою квартиру за 70 тысяч, и застройщик ее продает за 70 тысяч, вы ее не продадите. Во-первых, потому что вы, даже если вы продадите, вы 10% подадите агенту. Во-вторых, агенту, который будет продавать квартиру, скорее всего, этим будет заниматься он, а не вы, этот агент, ему легче продавать квартиру напрямую от застройщика. Это проще. И вам, как покупателю, если говорить о каком-то покупателе, который занесет в вашей квартире, тоже психологически легче купить у застройщика. Единственный выход выбраться из этого порочного круга – это демпинговать. И здесь скинуть с 70 до 65 не поможет. Нужно скинуть больше, чтобы разница была такой, чтобы покупатель позарился на эту цену по сравнению с ценой, например, застройщика или других людей, продающих такие же квартиры. То есть, по-просту говоря, к чему я хочу привести? Мне кажется, что покупка в курортных городах квартир с последующей перепродажей – это не работающий бизнес. Как бы вас ни уверяли о том, что цены растут? То, что цены растут – это замечательно. Сначала нужно продать по этой цене, рассчитаться с агентом, который вам будет это продавать, и тогда уже смотреть, что у вас осталось в остатке. Но смотри, здесь же есть очень много «но». Во-первых, люди очень часто не готовы это делать, не собираются это делать через год, через два. Ты все-таки говоришь о краткосрочных историях. И справедливо, что есть еще налоговая составляющая, просто официальные доставки, которые в одну сторону и в другую. И понятное дело, что та математика, о которой сказал ты, 50-70, она действительно не очень хороша. Но с другой стороны, мы видим, что предложений таких много, и цифры называются большие. И действительно есть не только курортные места, как сказал сейчас наш зритель Александр. Здесь же есть все-таки «но». В каких случаях эта схема все-таки жизнеспособна? Потому что ты так категорично довольно сказал, что нет, ребята, это не рак. В случае курортных, да, я говорю, спасибо, Александр. Действительно, я работал в курортных зонах, я больше знаю о этих рынках. И я предполагаю, что большинство людей, которые, скажем так, ищут недвижимость за рубежом, они, как правило, ищут именно курортную недвижимость. Я не знаю, тут как бы у вас больше цифр по спросу. Если брать самые популярные страны, если там Испанию, Турцию или Болгарию, какие города спрашивают? То есть Болгария, чего больше спрашивают? Софию или Варну? Полагаю, что Варну. То есть люди большинство на своем... Я пытаюсь как бы отвечать тем, кто является, скорее всего, в основном, слушателями нашего вебинара. То есть тем людям, которые являются, скажем так, потенциальными покупателями зарубежной именно курортной недвижимости. Разумеется, городская недвижимость – это несколько иная история. Но и тут я тоже был бы весьма-весьма осторожен с обещаниями, с отсылками на статистические цифры по росту стоимости вообще в стране. В среднем по больнице это не показатель. Если говорится, что там в Турции растут цены на 7% в год или где-то в Испании, это совершенно не означает, что ваша конкретная квартира вырастет в этой же степени за год, и вы сможете ее перепродать с той прибылью, на которую вы изначально рассчитываете. Деньги любят счет, надо считать. Окей, хорошо. Но к этому вопросу мы еще чуть позже вернемся. Давай переговорим о второй схеме. Вторая схема – это, возможно, я думаю, даже более популярная, потому что купил, а потом перепродал. Ну, действительно, если ты видишь, что объект стоил 50, потом он стал стоить 70, никто не заставляет тебя его прямо сейчас продавать. А если это курортная недвижимость, и мы не берем печальный наверняка 2020 год, то, в принципе, какие-то перспективы, какие-то деньги здесь есть. Не знаю. Если мы говорим о схеме, связанной с последующей сдачей в аренду. Вот здесь как это? Да, да. Это, скорее, даже более распространенно. Ты прав совершенно, скажем так, дорога, на которую вступают покупатели недвижимости. Им хотелось бы, чтобы эта квартира не продавалась, а чтобы она приносила им постоянный некий вот этот вот идеальный пассивный доход. То, о чем, собственно говоря, любой человек мечтает, чтобы была вот эта самая тумбочка, в которой периодически откуда-то появлялись деньги. Поскольку мы понимаем, что пассивного дохода не существует. Он пассивный для инвестора, это активный для кого-то. То есть кто-то должен вам этот пассивный доход генерировать. Кто-то должен, засучив рукава, эту вам аренду обеспечивать. Так вот, по поводу аренды. Здесь, как известно, есть два классических пути. Это долгосрочная аренда и краткосрочная аренда. Те, кто покупали квартиры, например, опять-таки в курортных зонах, они, как правило, рассчитывали на краткосрочную аренду, потому что они хотели и сами пользоваться, и краткосрочная все-таки. Курортные зоны, как правило, имеют сезонность, и можно хорошо заработать там сезон, там Таиланды, там зима, там Южная Европа, это лето и так далее. Но еще и можно самому пожить там в бархатный сезон, допустим. То есть некое комбинированное использование. Они на это как бы рассчитывали. Ну, очевидно, что сейчас этот бизнес умер. Тихо, давай так, ну как умер? Его нет просто в течение этого полугода. То есть через полгода он может... Наверное, мы увидим, мы посмотрим, как это все будет дальше работать. Но на данный момент действительно он стал. Причем те люди, которые покупали квартиры не в курортных зонах, а, например, в городах, они очень быстро перестроили CRBNB на долгосрочку. И кое-как-то вытягивают свой бизнес. Я это знаю по нашему бизнесу в Хельсинки. Вот. И я это читаю тоже по поводу того, насколько изменилось предложение на портале Airbnb, например, с краткосрочкой, в долгосрочкой люди ушли. Там, где это возможно. Если покупаешь квартиру в Таревьехе, в прекрасном городе, я ни в коем случае не хочу сейчас указывать пальцем в тельные локации, говорю, что это плохое место. Замечательные все места. Я сейчас только про деньги. Так вот, если вы покупаете квартиру там и рассчитываете на долгосрочную аренду, то это достаточно сложно. Скорее всего, это не получится. Поэтому краткосрочная. Теперь поговорим про краткосрочную аренду. Опять-таки очевидно, но скорее всего, вы не будете сами заниматься этой арендой, а кто-то будет за вас это делать. И вот теперь очень важный вопрос. Кто этот будет кто-то, и как он сможет с этой арендой справляться? Тут очень простая арифметика. Если вам говорят, что риэлтор готов продать вам квартиру, после этого все бросить и заниматься ее арендой, то это вранье. Просто потому, что риэлтор, если он не специализируется на аренде, или если в его компании нет отдельного департамента, который занимается исключительно арендой, всегда будет выбирать продажу. И свое время будет тратить на продажу. Элементарная калькуляция. Квартира стоит 50 тысяч. Он зарабатывает 10%. Это 5 тысяч евро. Раз. Продал. Далее вы говорите, давай сдавай. И он сдает ее там за 400-500 евро. 500 тысяч хорошая цена. За 400 евро, допустим. Зарабатывает 10% от аренды. То есть за год заработает 500 евро. За год. То есть десятую часть того, что он заработал на продаже. На что он будет тратить время? Разумеется, на продаже. В первую очередь. Далее. Если речь идет о краткосрочной аренде, то это еще сложнее ситуация. Потому что, во-первых, это гораздо больше работает. Люди приезжают на сутки, на трое, на неделю, на две. То есть это уборка, это проверка, это ремонт, замена там, пардона, туалетной бумаги, до лампочек. Это все кто-то этим должен заниматься. Занимаются они будут за деньги. Обычная ставка, по крайней мере, здесь вот в Финляндии, это 30%. Я думаю, что в Южной Европе не сильно отличается. То есть от генерируемого дохода процентов 30 такая компания вас заберет. Это не страшная цифра, но к чему я призываю всем этим долгим аналогом, обязательно считать. Обязательно, считать, на что вы здесь не исходите с того, что мы будем вашу квартиру сдавать себе 50 евро в сутки, вы сразу на 30 умножили полторы тысячи, замечательно, отдам ему 30% штук в месяц мне обеспечены. Я умник. Не умник. Потому что есть побочные расходы. Эти расходы потом вас удивят. Если компания утверждает, что она готова сдавать вашу квартиру посуточно, то самый простой способ убедиться в том, насколько она профессионально это делает, это зайти на Airbnb, на Booking.com и посмотреть их объекты. Если компания говорит, что у нас там объектов нет, мы сдаем через знакомых и Facebook, не работайте с такой компанией, потому что это непрофессиональная работа. Ни одна серьезная компания не пройдет мимо таких порталов, как Airbnb и Booking.com, регулирует процентов 90 потока как на срочной аренды. Ну, глупо. Не используется этими инструментами. Да, но Airbnb и Booking, они же откусывают от тебя довольно большой кусок. Верно. Я могу сказать, какой, да. Ну, там 15-20 процентов, я слышал по подобным рода цифрам. Booking 15, Airbnb 3, но он берет еще с арендатора деньги. Ну, да. Вот вопрос, я, во-первых, приветствую, забыл поприветствовать наших зрителей в Facebook, у нас параллельно в Facebook идет трансляция, и там с публики много, что очень приятно. вопрос из Facebook, а что если выходит 3%, а не 10? Ну, хорошо, не будет 10% доходности, будет там 3, это же тоже хорошая цифра. У меня объект не будет цифра. Мы говорим про доход с аренды, вы имеете в виду, то есть, как бы через аренду доход 3%? Ну, да, итоговый. Ну, замечательно, ведь это кому сколько нужно. В Финляндии 3% считается хорошей доходностью, например, здесь. Вот, поэтому я же не говорю, что должно быть примерно 10, а 3 это даже, так сказать, пальцами стоит шевелить. У каждого свои цели. Почему мы начинали с того, что сначала нужно задать вопросы себе, а потом уже риэлтору? Зачем вы инвестируете? Чего вы хотите? Какие ваши цели? И когда вы это знаете, лечит задавать вопросы уже тем. Окей, ну, вот ты сам сейчас заговорил, и популярная история, когда говорят, что перед тем, как начать, нужно задать вопросы себе, нужно понять свои собственные цели. А вот, ну, какие это, потому что, вот, какие варианты ответа в данном случае существуют, и как в зависимости от вариантов ответов прийти к одному, второму, к третьему способу, или вообще понять, что инвестиции в зарубежную недвижимость это не твое? Ну, для того, чтобы понять варианты ответов, нужно знать варианты вопросов. То есть, первый нормальный вопрос это зачем? Зачем ты вкладываешь деньги? Твоя задача, иметь, так сказать, вывести деньги, допустим, заграницу, чтобы они там были в кирпиче, то есть в недвижимости. А дальше ее доходность, ее, так сказать, прибыльность для меня не является никакой важной целью. Принесет копеечку, оплатит мне мой перелет в Испанию и обратно, ну и замечательно. Оплатит там мои налоги или коммуналку, тоже хорошо. Зарабатывать целей нет. Нормальный человеческий подход. Я собираюсь переезд на другую сторону жить, им нужно, что там недвижимость, потому что там мои дети будут расти, им будет там хорошо. Великолепный подход. Можно спорить о том, стоит ли покупать недвижимость, или может быть удовольствоваться арендой, но это как бы тема вообще отдельного разговора, поэтому мы сейчас не затрагиваем. Но если человек ставит себе в главу угла задачу зарабатывать деньги, то, во-первых, он должен понимать, он собирается, есть ли некий срок, некое время, то есть насколько, то есть попросту говоря, он что хочет сейчас, обеспечить себе доход на 100 лет вперед, на 10 лет вперед. Эти деньги, которые он вкладывает, он хочет когда-либо вытягивать, для того, чтобы купить что-то большее в другой стране, или дать детям на учебу. То есть чем конкретнее он поймет, зачем ему вкладывать, тем проще ему будет задавать вопросы тому, с кем он эти инвестиции будет совершать. И чем более непонятна ему задача конечная, тем больше он будет плутать по лесу, как человек, который идет, выходит из дома, но не знает, куда ему идти. Начинает идти влево, вправо и так далее. А что я тогда с твоей точки зрения, ты привел примеры и говоришь о том, что далеко не все объекты недвижимости хороши и для покупки на стадии котлована, уж надо внимательно считать. И аренда тоже не бесспорно. Понятное дело, что есть примеры положительные, есть примеры отрицательные. Конечно, да. На первой стадии я как потенциальный инвестор, что должен спросить у человека, который мне предлагает одну историю и другую историю? Если твоя задача... Да. Ну, опять, ты понимаешь, мне никуда не уйти от того, что должен понимать, зачем тебе это нужно. Если ты хочешь получать регулярный доход, там, ежемесячный, ежеквартальный, это одна история. И тогда ты будешь думать о том, каким образом эта аренда, если речь идет об аренде, будет этим твоим партнером сопровождаться? Каким образом он эту аренду будет... Как он будет ей заниматься? Или это компания, которая предоставляет тебе некие гарантии, гарантии того, что эта аренда тебе будет идти вне зависимости от того, как у компании будут идти дела непосредственно с этим самым арендованием. То есть, в этом случае нужно изучать компанию, нужно изучать управляющую компанию, та, которая тебе этот доход обещает. Бизнес-модель и так далее. Можно так подойти к вопросу. Если вы хотите, чтобы эта квартира вам приносила арендный доход, мне кажется, лучше ее покупать там, где этот арендный доход обеспечен и там, где нет такого переизбытка с предложением. Это, кстати, очень важный момент. Если позволить, я буквально три секунды скажу. Давай, три секунды, да, пара вопросов. Вот, очень быстро. Сложно оценить спрос. Мы знаем, что туристы приезжают туда, сюда, что там приказываются квартиры и в Праге, и в Тривьехе, и еще куча миллионниц городов по миру. Но можно более-менее оценить предложение. Зайдя на тот же самый Airbnb, не очень хороший пример, потому что там не увидеть общего количества предлагаемых квартир. Там только более, чем 300, допустим. Или вы зайдете на Booking.com и отсекаете отели, и ставите свой город и некий бюджет. Допустим, те же самые классические 50 евро в сутки. И берете определенный период времени, там осенью или летом и так далее, но после коронавируса, разумеется. Вы увидите количество квартир, которые на данный момент на рынке находятся. И это будет для вас некой стартовой точки о том, там, например, вы заходите на Батуми и увидите там 1200 квартир. Например, предлагается в аренду. Вы понимаете, что вы будете 1201-х. И это тоже нужно принимать во внимание, что до того, как люди доберутся до вашей квартиры, они должны пролистать 50 страниц, что они не будут делать. То есть вам нужно будет готовить к тому, что год у вас пойдет, пока вы не приберетесь наверх. Либо вам нужно будет деппинговать, то есть, соответственно, ваша доходность резко упадет. Вот это то, откуда можно получать информацию. окей, вопрос от нашего зрителя и коллеги ТО, Карен Чичан. Карен, приветствую, из Таиланда. Вопрос из Таиланда, как говорят. Возражение по поводу курортной недвижимости. Он работал с кейсами, где клиент заработал на перепродаже 60% за два года строительства. И вот здесь как раз самое важное, не только зайти по хорошей цене, но и выбрать лучшую квартиру, чтобы предложение выделялось в рамках одного комплекса, например, тоже. Хотя с притеррием Карен согласен, что в большинстве проектов не заработать на перепродаже, но для этого и нужны эксперты. Карен совершенно прав. Всегда есть исключения. Если вы верите, что вы будете этим самым исключением, то замечательно и удачи и так далее. Но, скорее всего, это не произойдет. И поэтому вы окажете в массе той, которая не сможет перепродать квартиру с той прибылью, которую рассчитывали изначально. Окей. Поступил вопрос не совсем по теме нашего вебинара «Может ли гражданин России получить ипотеку под покупку недвижимости в Германии, Финляндии и Греции?» Тут ответ на вопрос, знаешь, как в... Господи, в каком-то голосовании у нас было еще на ранней стадии становления российской государственности. Да-да-нет-да. Я просто сам кратко отвечу. Германия – да, Финляндия – да, Греция – нет. Но это очень-очень много частых случаев. Тут в общем случае трудно ответить. И пока мои коллеги в чате публикуют на всякий случай контакты Эрика, кто захочет с ним связаться по завершении вебинара и познакомиться с сайтом и с предложениями, с которыми Эрик работает, мы к этим предложениям давай перейдем следующим образом. Вот. Мы говорим о том, все-таки мы пришли к тому, что задача, которая стоит перед инвестором, это относительно небольшой бюджет или, давай так говорить, произвольный бюджет. У кого-то больше денег, у кого-то меньше. Но не все располагают 150, 200, 250, 300 тысяч. Соответственно, суммы меньшие и в общем очень часто они четырехзначные в условных единицах. То, чем человек готов рискнуть. Это первая история. Вторая история это объект, ну, мы говорим в чистом виде о пассивном доходе. То есть отдал деньги, забыл. Так получается не всегда, но мы все равно пытаемся найти варианты такого рода. И третий вариант, как я понимаю, ты должен иметь возможность быстро купить, быстро продать. Правильно ли я описываю третий Трикита? Два правильно, третьего нет. Третий нет. Быстро здесь не получается, поскольку если любая любая спешка это потери. Всегда. Поэтому если речь это, например, схема получения пассивного дохода, то, соответственно, здесь обязательства берет на себя не только управляющая компания со своей стороны, что она вам гарантирует определенный доход. Но она желает и с вашей стороны иметь обязательство, что вы не будете суетиться и доверите им в управление ваши деньги на определенный оговоренный срок. Это может быть пять лет, может быть десять лет. Разные проекты, разные условия, но в любом случае верности хотят и те, кто вам обещает этот доход. То есть это не одностороннее, я тебя жду дома, а ты когда хочешь приходи, когда хочешь уходи. Нет, это брак, это не отношение на одну ночь, это долгосрочное отношение с обеих сторон. Окей, ну и вот тогда мы все-таки получается приходим к остальным двум параметрам, то есть не быстро, но при этом ликвидно и при этом пассивно и возможность небольших денег. Да, собственно, для любой недвижимости, которая рассматривается как инвестиционная, есть два ключевых вопроса, это доходность и ликвидность. Одно без другого теряет смысл, точнее, не закрывает полностью боль по инвестиционной недвижимости. Человеку нужно получать с нее пассивный доход, если мы говорим на пассивном, потому что еще раз зачастую я вижу комментарии у себя на сайте, кто-то говорит, да, ну, там 7-8% ерунда, я вложу в свой бизнес, заработаю 30%, и слава богу, и замечательно, любой из нас, наверное, который занимается тем или иным бизнесом, будь у него деньги, которые он мог бы использовать на себя и на свой бизнес, заработал бы больше, чем тот пассивный доход, которому обещают те или иные проекты в недвижимости. И это нормально, но пассивный он тем и хорош, что не требует от вас постоянного участия. Вы можете отдыхать, путешествовать или просто ничего не делать, потому что вам эта тумбочка обеспечит. И это очень здорово. Вот. Поэтому, да. Окей. Ну, и давай тогда переходим ко второй части. И вот один из наших зрителей, Никодим, он, собственно, и задал вопрос, который мы изначально заявляли, мы немножечко углубились в такую теорию, но, как мы уже говорили, без этого никуда. Так что на счет участия покупки паев в фондах, компаниях, инвестирующих в недвижимость и так далее. Давай перейдем уже к той ситуации. о которой, ну, собственно, которую мы изначально и заявляли как тему. Какие же есть альтернативы, как их себе видишь? Давай, хорошо. Начнем, первое, начнем, опять-таки, с клише и немножко раскроем тему вариаций владения недвижимостью. Поскольку, как правило, опять-таки, клишеобразные отношения, вот у меня бумага, что я владелец, вот у меня ключи, вот кирпич, вот в квартире подержался или подержалась, и вот это есть владение. Все остальное от лукавого. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Немножко, скажем так, раскроем, так сказать, какие-то дополнительные источники информации, не для того, чтобы сейчас сломать голову кому-то, кто хочет по старинке действовать, а просто, чтобы был выбор. В конечном счете, что человек решит, это его дело. Итак, возьмем Финляндию, скоро я с ней нахожусь, как один из примеров. Наверное, вы знаете, а может быть и нет, что в Финляндии покупка квартиры это не покупка недвижимости. Вы не покупаете недвижимость, вы даже не покупаете собственность ее, квартиру. Это Азия, но если вот, вот она, хорошо. Так вот, Финляндия, стабильная, замечательная страна, которая находится рядом совсем с Россией. Покупка квартиры это не покупка недвижимости, и даже не покупка в собственность. Вы покупаете акции кооператива, которые дают вам право пользования. Что для меня это принципиально меняет? Ничего, но просто если знать эту терминологию, представьте, что человек, который рассматривает покупку недвижимости, исключительно то, что я получил, я собственник, это мое и прочее. И больше, если вы в России, я вам скажу, вы теперь покупаете недвижимость, а покупаете акции кооператива, я вам за ваши деньги даю право пользоваться вот этой самой квартирой. Звучит немножко, скажем так, непривычно. Пугающе. Пугающе. А это Финляндия, это то, что происходит, то, что мы все сейчас делаем, покупая квартиры здесь. Здесь недвижимость – это земля. То есть дом, покупаемый на земле, это вот по сути недвижимость, которая продается. А квартира – это никакая недвижимость. То есть это один пример просто, поскольку я буду дальше проверить, там, Таиланд или другие страны, кто-то скажет, а, это Азия, они там все черт знают как. Так вот, там Финляндия, стабильная, понятная Финляндия. Здесь вот это таким образом происходит. Далее, прыгнем, ну что у нас там следующее, допустим, да хорошо, ладно, Таиланд раз я упомянул. Как и в Великобритании, там есть два классических вида, как вообще во всей Юго-Восточной Азии в том числе. Это, как правило, владение ограниченное по времени. Конкретно в Таиланде это три раза по 30. То есть вы можете взять в leasehold, скажем, купить квартиру в рамках иностранной квоты, так называемой, владеть ее 30 лет. Потом через 30 лет при желании владельца продлить еще на 30, еще на 30. То есть максимум это 90 лет. Через 90 лет ваше право собственности исчезает. Вы уже не владеете тем, за что вы заплатили деньги. Это leasehold направо и налево используя схему очень многими. Никого не смущающая. Просто она как бы объяснена нормально. То же самое в Великобритании. Также, так сказать, может быть, leasehold там, не знаю, на 90 лет или на 190 лет, но это в любом случае ограничено по времени владеть. Если мы говорим о том, каким образом работают, например, вот один из проектов во Франции, там долевое владение. Заключающее следующее. Давайте мы его коснемся. Если я правильно понимаю, он у нас где-то есть, этот проект во Франции. Да, вот. Я привожу просто как пример того, каким образом можно выйти на хорошую доходность с очень малым входом. Вот этот проект, это миллион квадратных метров кусок земли в центральной Франции, где построен гольф-курорт. Это гольф, это спа, это, скажем так, место для активного отдыха на природе в разных его вариациях. На каждый апартамент, который там построен, регистрируется акционерное общество. Вы можете купить полностью все апартаменты, либо как частный владелец, либо купить компанию, которая владеет этими апартаментами, либо, третий вариант, купить его долю. Соответственно, стать одним из 13 владельцев, потому что там 13 долей. И стать, то есть ты покупаешь долю, я покупаю долю, кто-то покупает там 2 доли, 3 доли и так далее, и так далее. И мы все вместе получаем доход, который делится между нами в пропорции, между нашей долей и общим капиталом. Таким образом, я могу выйти на доходность, имея в кармане 20 тысяч. Если я имею 20 тысяч и хочу все-таки, чтобы эти деньги мне присоединили хоть какую-то копеечку, то, в общем, вариаций тут у меня не так и много. Что это? Полтора миллиона рублей. Скажи, пожалуйста, но я сразу прошу прощения у опытных инвесторов, которые наверняка есть среди посетителей нашего вебинара. Я буду называть, наверное, задавать, в том числе, наверное, немножко наивные вопросы. То есть получается, вот та схема, она, в принципе, во многих частях света работает. Когда ты покупаешь маленький кусочек чего-то, и только просто в каких-то случаях я могу купить, условно говоря, акцию какой-то компании, а в данном случае на том конце инвестиций недвижимость, какой-то объект инвестиций. Совершенно верно, да. Важно ли для твоей точки зрения, что на другом конце все-таки недвижимость? То есть согласен ли ты с тезисом, что недвижимость – это более интересная штука, чем акции, облигации или что-то другое? Почему тогда в такой схеме на том конце именно недвижимость должна быть? Ну, я вообще люблю недвижимость. То есть я в этом смысле как бы старомодный человек, я опасаюсь криптовалют, акций и всего прочего. Мне непонятно этот бизнес, хотя я понимаю, что кому-то он понятен, кто-то на нем зарабатывает. Но я уйду по старинке, я такой олдскульный в этом смысле человек. Мне недвижимость кажется понятным объектом для инвестирования. Но вот формы владения этой недвижимости, они существуют в мире разные, о чем, собственно говоря, и сейчас рассказываю. Поэтому каким образом прийти к этому владению, особенно если у вас небольшой капитал, или вы хотите этот капитал диверсифицировать, не хотите класть все свои даже там 50 тысяч в одну корзину, то есть в одну квартиру где-то в каком-то месте, а хотите разложить его на несколько кусочков. В этом смысле вам придется принять то, что вы не можете владеть полностью недвижимостью, будь целая только его долей. Эрик, безусловно, мы о многом хотели поговорить чуть позже, может быть, даже о чем-то на следующих вебинарах, но уж коли вопросы есть, давай сейчас тоже будем на них отвечать. А если человек покупает полностью апартаменты, ну, видимо, приводился вот твой пример по Франции, да, когда ты покупаешь какую-то долю, 13 долей, а если ты все 15 купил, ты тоже не являешься владельцем? Почему? Ты являешься владельцем, то есть в случае покупки доли ты являешься совладельцем, в случае покупки полностью квартиры ты являешься ее владельцем, разумеется. Но поскольку это курорт, то есть есть два варианта, ты можешь просто ее купить и жить в ней столько, сколько ты хочешь. У тебя будут только коммунальные владежи, ты будешь доплачивать там за следствие в гольф-клубе, если тебе это нужно. Либо ты заключаешь договор, он не является обязательным, но, как правило, причина покупки в этом резорте именно в том, чтобы зарабатывать. Поэтому ты заключаешь договор с управляющей компанией, которая обеспечивает тебе определенную гарантированную доходность в год. И тут я вижу, есть вопросы, как потом с этой долей делать. Так вот, у компании есть два уровня выхода, 5 лет и 10 лет. Через 5 лет... Ты сейчас говоришь про конкретный проект. Вот в конкретном случае есть 5 лет, есть 10 лет. Вот французский, например. Да, да, да. Наверняка есть и иные проекты, нужно просто их изучать и смотреть, какие там есть exit strategies, то есть какие там есть решения или схемы выхода. Вот. В этом случае есть 5 лет и 10 лет, 5 лет там с одним бонусом, 10 лет с большим бонусом, чтобы земли растет. И здесь решены вопросы и доходности и ликвидности. Но это тот проект, который мне лично нравится, который я сам, которым я занимаюсь, которым я работаю. Вот. Давай тогда, вижу уже целый блок вопросов, постараемся параллельно на них отвечать. Ну, во-первых, вот если есть... Обычно, если есть спрос, говорят, то есть и предложение. Но здесь все-таки, ну, условно говоря, нам на 100 примеров, которые вот сейчас по интернету ходят, которые мы слышим, 99 инвестиционных решений – это история, связанная или все-таки с покупкой перепродажи или с арендой. Вот эти долевые примеры, а их вообще насколько много, насколько рынок этих примеров широк и в каких странах он есть? Смотри, тут немножко путаница из двух вещей. Долевое владение – это форма владения. К бизнесу, как бы бизнес здесь, это бизнес туристический и туристическо-локальный. Посреди этого проекта находится отель, которому там больше 100 лет, и это такая свадебная зона, туда приезжают люди проводить свадьбу. Поэтому то, на чем он зарабатывает, это как бы отдельная история. Вы можете владеть всем или можете владеть долей, просто у вас маленькая сумма, проще зайти вот таким образом и как-то получать доход. Но если говорить о том, значит, каким образом доходность там генерируется или там каким образом зарабатывать, в общем, да, это по сути та же самая аренда, только аренда туристам, а не, скажем так, ну, обычным жителям. Допустим, так. Вопрос, вот тот доход во французском примере, в принципе, является ли он гарантированным или по большому счету это тот же самый риск, который есть у тебя, когда ты вкладываешься в любую арендную историю? Вот тут тоже мы приходим к очень важному блоку, и мы, надо его как-то раскрыть. Вот именно вопрос гарантий и рисков, потому что это то, что спрашивает любой человек. Как правило, как правило, вернее так, нужно объяснить, что есть гарантия, когда под гарантией принимается в данном случае гарантированная доходность. Сразу скажу, скажем так, для тех, кому нужен короткий ответ. На самом деле, по-настоящему гарантий не может дать никто. Мы сами не можем дать гарантий, так сказать, что распоряжаемся своей жизнью, как говорил классик. Вот, неизвестно, что произойдет вечером там и так далее, и так далее. Кому на голову не падает, впрочем. Да, поэтому мы можем исходить только из того, каким образом построен этот бизнес, насколько нам кажется здоровым, насколько люди, управляющие этим бизнесом, нам кажутся адекватными. Вот мы не можем большего сказать. Те, кому нужно быть, должна, те, кто хочет быть уверенным в том, что завтра будет лучше, чем вчера, скорее пойдут в религию, чем в бизнес. Потому что там тебя убедят в том, что завтра будет непременно счастье. А в бизнесе есть всегда риски, и они есть в любом случае. В данном случае, скажем, если говорить, я не знаю, про конкретный ли этот проект, или вообще, он заключается в том, насколько компания внятно и адекватно управляет вашими деньгами. В данном случае той недвижимостью, в которую вы вложились. И если вы видите, что компания ведет себя адекватно, вам понятно, каким образом она работает, а я это как раз и изучаю. Я рекомендую те компании, которые, на мой взгляд, ведут работу правильно. Смотри, тут написано 7-9% годовых, просто в продолжении того, что ты сказал. Так вот, может быть, 7, может быть, 9 от того, насколько успешно будет работать компания в конкретный сезон? Нет. Процент меняется по ходу действий. То есть, как бы, первые 5 лет человек получает меньшие доходы, через 5 лет, по мере раскрутки этого резорта, он получает большую доходность. То есть, она прописана в управляющем контракте. Сколько лет человек получает какую доходность, и сколько лет он получает иную доходность. И когда у него есть возможности выхода. Экзит, точки выхода у него прописаны тоже в контракте. То есть, вечно, где-то самые два вопроса. Вопрос от Романа. А вот этот гарантированный доход может ли оказаться убытком? То есть, если ты становишься совладельцем, не получится ли, что у ребят дело не пошло настолько плохо, что с тебя еще дополнительно что-то потребуют? Ты еще должен останешься. Если я правильно понял ваш вопрос. Нет. Ты не можешь ничего оказаться должен, потому что ты владеешь частью апартаментов. Расходы у них, естественно, есть, но эти расходы покрываются соответственным доходом. Это уже не на самом деле. А эти доходы нет. Ну, вот нет. Вот сейчас за коммунальные платежи, за воду, за газ, за свет платить надо, за газ особенно. В данный момент не надо. И там есть, например, ну, опять-таки, если мы уходим в частности, мы хотели с тобой это в следующий раз обсудить более детально. А, ну, что такое вопрос? Там есть, так называемая, административная оплата. Она очень небольшая, это 120 евро в год. Вот вместе умножить на 13 составляется та сумма, которую платит компания за, скажем так, базовую коммуналку. Все остальное, то есть она покрывается таким образом своим минимальный расход. В дальнейшем она уже генерирует доход за счет того, что этот гольф сдается. То есть люди приезжают, люди там отдыхают. Почему вдруг в Центральной Франции единственный гольф-резорт на всю эту территорию с уже раскрученным более 100 лет отелем, действующим сейчас, известным и так далее, вдруг неожиданно станет убыточным бизнесом? Я не могу представить. Я понимаю, что в коронавирус все встало, но никто же не считает, что коронавирус раз за 10 лет. Мы видим уже сейчас изменения. Хорошо, скажи тогда, пожалуйста, все-таки, вот таких объектов, которые предлагаются по такой схеме, много ли их? Ну, если мы говорим, и где они? Это во всех ли странах они есть? Это десятки, это сотни, это тысячи подобного рода предложений? Как бы это за непорядок? Когда речь идет о гарантированной доходности, или можно назвать фиксированной доходностью, то это доходность, которая прописывается, то, наверное, это две страны, которые в первую очередь такого рода схемы неизвестны. Это Великобритания и Таиланд. И там и там достаточно много проектов, которые предлагают некую фиксированную доходность. В случае Великобритании это все, и автостоянки, и студенческие общежития, и дома престарелых, и отели, и так далее, и так далее, и так далее. То есть множество всяких вариантов. В Таиланде это курортная недвижимость, которая рассчитана на поток туристов, в первую очередь китайских. Друзья, видел большое количество вопросов, мы обязательно их сегодня коснемся, просто чуть позже Сергей, Алексей, Никодим вопросы увидели. Скажи, если мы говорим о том объекте, о той категории объектов, которые вообще стоят за такими предложениями. Это гостиницы, это жилье в целом, это квартиры. То есть мы говорим сейчас о предложениях, где ты можешь купить какой-то кусочек разными способами, да, и не являешься уж... Это там, не знаю, магазин в центре, там, не знаю, какого-нибудь крупного города, там торговый центр. Масштаб проекта на той стране каков? Значит, тут мы немножко расширяем, скажем, вопрос. Спасибо, это как бы очень правильное направление, потому что то, о чем я до сих пор говорил, это некое собладение в рамках, допустим, там, компании, владеющей как этими апартаментами. Или там, владение апартаментами в рамках туристического комплекса, где вы получаете активную доходность. Но возможностей, скажем так, соучастия в покупке недвижимости или в получении дохода, который недвижимость генерирует, их гораздо больше. Одна из них, та тема, которую я недавно писал, это Real Estate Investment Trust. Или так называемая, как это назвать иначе, это, по сути, компании, выпускающие акции, которые делятся со своими акционерами доходом. Если говорить о наиболее распространенном виде рейта, это equity rate, они, как правило, зарабатывают на аренде. То есть, зарабатывая на аренде, они отдают тебе, как микро-микро инвестору, кусочек своей прибыли. То есть, на той стороне, вот что за объект может быть? На той стороне, во-первых, компания, если мы говорим про рейты конкретно, это компания, которая, в свою очередь, владеет недвижимостью. Специфика рейта заключается в том, что вообще не любая компания, даже не которая владеет недвижимостью, может считаться рейтом. Там есть ряд очень жестких критерий. По количеству акционеров, по количеству, потом, какая часть, например, прибыли делится между акционерами, есть требования и так далее, и так далее. 75% ее имущества, должна быть недвижимость. В общем, целый список есть. Если вы классифицируетесь как рейт, то вы имеете право не платить налог с прибыли, а прибыль распределять между акционерами. Это достаточно большой плюс. Мы обычно платим доход, минус расход, плюс прибыль, налоги, а потом уже думаем, что с этим делать. У рейта есть иная схема. Рейт используется именно таким образом, что он прибыль делит между акционерами. А уже акционер платит налоги. Это уже дело акционера. А уже акционер платит налоги, да. Так вот, этот рейт может владеть тремя магазинами, а может владеть четырьмя тысячами, например, логистических центров по всему миру. Или, например, это может быть компания, специализирующаяся на услугах самостоятельного хранения, то, что сейчас популярно. Вот в Финляне до Пеликан, например. И вы вкладываетесь в этот бизнес, а у компании там две тысячи точек по миру. Скажи, пожалуйста, ну хорошо, я вот вкладываюсь в подобную роду структуру. А той структуре-то это зачем? Ну вот есть, например, там, не знаю, какой-то торговый центр, там, не знаю, условно, в Германии. Прекрасно можно продать его вроде как сейчас и так. Нет, они же не хотят его продавать. Они можно финансировать. Можно зарабатывать на нем каким-то образом, вот как единым целым, единым куском. В чем интересная компания, тем более, если ты называл, ну, условно говоря, там, процент 7%, 9%. Это означает, что головная структура во всех этих схемах должна зарабатывать много больше. Да, средняя доходность по рейтам, если брать среднюю статистику, это примерно в районе, там, 5-7%. От 4 до 9. 4-7 это более популярная, скажем так, вот вилка. Ну и это замечательно для тех, кто на недвижимости зарабатывает, понимаешь, это очень хороший доход. Рейт вообще, ну, как бы, если мы сейчас о нем немножко поговорим, это американское, конечно, изобретение, как и многие другие. Вот, их, этих рейтов, они есть в 40 странах. Вся, это вот, как-то, большая семерка стран, Америка, Германия и так далее, и так далее, они все, во них у всех рейты действуют. На прошлой неделе, я тоже об этом недавно писал, на колец Китай разрешил регистрировать рейты у себя на территории, и первые рейты появляются уже в Китае, что достаточно большой проблем. То есть порядка 40 стран, уже сейчас 50 стран почти эти рейты регистрируют, как компании, именно вот для сбора средств и для раздела дохода. Зачем им это нужно? Ну, тут можно взять один простой, конкретный пример. Ты хочешь купить проект, который, допустим, требует реновации, к примеру. Ну, то есть нужно его перестроить, достроить, сделать или что-то просто построить на нуле. Ты обращаешься в банк, банк тебе финансирует в какой-то части. Тебе не хватает этих денег для того, чтобы завершить проект. Тебе нужны деньги еще. И ты берешь дорогие деньги. Эти дорогие деньги – это деньги твои и мои. Дорогие почему? Потому что ты нам платишь, он нам платит гораздо больше, чем он платил бы банк. Банковский финансирует. Ну, попробуй в России сказать, что вот у меня есть вот какой-то старый гараж, я хочу из него сделать дворец, и он будет стоить 10 миллионов долларов, я не знаю, а сейчас он стоит 30 тысяч. И дайте мне, пожалуйста, хлеб миллионов в пять, потому что это будет красота. Банк скажет, не буду, я тебе ничего давать, я оценю только то, что есть. Тогично? То есть это так же работают банки во всем мире. Если мы говорим вот о этих схемах, все-таки вопрос тоже был у нашего зрителя, о каких суммах идет речь все-таки? Вот минимальный уровень вложений, и эти вложения – это что? Например, какая минимальная сумма, и во-вторых, а как физически я вкладываю? Кому и за что я плачу? Ну, в разных схемах. Если мы говорим конкретно про рейты, это покупка акций, так же, если вы покупали бы акции «Газпрома», или «Лукоил», или кого угодно. Это покупка акций. Соответственно, она продается также через биржи, через свои площадки, которые предлагают услуги по продаже акций. Вы вкладываете 100 долларов, 300 долларов, можно вкладывать очень маленькие суммы, и получаете какой-то микро кусочек этой акции для того, чтобы эту доходность получать. Сколько вкладывать – дело инвесторов. В какой степени он в этот вариант верит, и в какой степени он готов, так сказать, этими деньгами рисковать. Акции – это всегда риск, разумеется. Тот проект, с которым я работаю, он находится в Германии, там немножко другая схема, там облигации. Облигации отличаются в данном случае от акций тем, что там есть фиксированный доход. Если с акциями никто вам не скажет, что будет завтра, в случае облигаций есть некое понимание, что будет с тобой через 3 или 5 лет. Давай на этом примере мы, как ты уже сказал, в следующий раз, может быть, об этом поговорим чуть подробнее, даже не серьезно подробнее, но все-таки. Если я правильно понимаю, вот об этом проекте ты говоришь. Пожалуйста. В Германии доходность 6-10% годовых в евро, цифры безумные, совершенно какая-то невероятная. Если мы говорим о недвижимости, сумма инвестиций от 3000 евро и куча разных домишек, разного уровня. Это что? Значит, это две компании. Одна из них инвестиционная, другая из них строительная. Инвестиционная компания проводит эмиссию, пускает проспект эмиссии и получает право от Баффина, это финансовый регулятор в Германии, собирать средства через облигации. То есть он продает облигации и собирает, в общем, средства, деньги. Для чего? Компания специализируется на одном очень узком сегменте бизнеса. Они покупают старые здания, это redevelopment. Как правило, вот видите, например, в этой картинке с красной крышей проект, это бывшие советские казармы рядом с Лейпцигом, которые переоборудованы в жилой комплекс. То есть купили ее за бесценок, взяли деньги в банке, разумеется, взяли деньги свои, деньги у инвесторов, и построили компьютер, перепродали, заработали. Проект занял, допустим, 3-4 года, получилось заработать два конца, то есть дважды. За 3-4 года, получается, примерно 25% прибыли компания получила. Из них они отдали своим инвесторам от 6 до 10%, основной положили в карман. Это если очень на пальцах примитивно объяснять. Когда вы приходите в банк, какой угодно, немецкий или российский, банк не финансирует весь проект, уж тем более не финансирует его перереновацию, сам по себе проект его изготовления и все прочее. Поэтому деньги, получаемые из банка, их недостаточно. Для этого нужно брать деньги у кого-то. Вот так работают и рейты, так работают многие другие компании. Они вынуждены брать деньги у инвесторов, у тебя и у меня. Если ты говоришь, что у меня кто-то берет деньги, а у самой компании денег нет, это эмоциональная история неприятная. Я не говорю, что эти деньги идут из трех источников. И свои деньги, и банковские, и от тебя. Тебе предлагается доходность. Ты говоришь, что таких проектов относительно много. То есть они есть, назвал 50 сан. Все-таки, как я понимаю, или хорошо, как ты понимаешь, учитывая, что ты с этими объектами работаешь, что вот с этими объектами стоит работать, с этим не стоит. И из 100 объектов, которые ты смотришь, сколько в итоге ты себе отбираешь какой-то свой багаж? Вот, ну вот у меня всего три проекта, которые я отобрал, и с которыми я работаю. Из десятков. Я часть не рассматриваю, потому что достаточно копнуть в Великобританию, где ты сразу получишь 50 предложений различного толка. Но, что плохо? Потому что один сил не хватает на все? Нет, 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 нет. Потому что для того, чтобы проект взять, нужно, во-первых, поехать, посмотреть, изучить, посмотреть на людей, которые этим управляют. То есть мне, конечно, важен сам объект, но неизменимо больше мне важна концепция бизнеса. То есть каким образом люди будут зарабатывать для меня деньги? Каким образом они это будут делать? Насколько, на мой взгляд, они в состоянии отвечать за свои слова? Это первое. Второе, ну, я не знаю, если вы вам получаете предложение из Великобритании, Великобритания – это очень открытая страна, набирайте компанию в интернете, вы сразу попадаете в регистр и увидите, что у них там директор меняется каждые три месяца, например. Ну, как пример, я не говорю про все Великобританские, конечно, компании, но у меня был такой случай. Все, я как бы понимаю, что я не буду работать в компании, где такая рулетка с директорами идет. Много чего можно получить в интернете, даже до того, как вы поедете туда. Потом нужно ехать, нужно смотреть, нужно общаться, думать, задавать вопросы всякие, каверзные и так далее. К сожалению, тема такая обширная, немножко перескакиваем с одного на другое. Надеюсь, зрители нас простят. Ну, вот, например, про этот проект, давайте вернемся к нему еще раз. А вот что я здесь покупаю, ты объяснил, облигации, а как я их физически покупаю, куда мне нужно прийти, сколько мне нужно заплатить, и вот там на какой срок я вот эти облигации покупаю и так далее. Хорошо. Вкратце очень. Я готов рассказать об этом подробно, но как бы сейчас в рамках нашего дефицита времени я расскажу вкратце. Вы покупаете облигации, вы заключаете контракт. Контракт заключается между компанией инвестиционной и инвестором. Этот контракт предполагает не только то, что вы готовы заплатить, но и готовность вас принять как инвестора. Почему? Потому что именно в силу немецких законов компания должна убедиться, что вы тратите не последние деньги, и вы понимаете те риски, которыми подобные инвестиции связаны. То есть риски проговариваются продавцом изначально. Он о них говорит. Такие, такие, такие риски. И вы соизмеряете готовность рисковать с той доходностью, на которую вы рассчитываете. И после этого принимаете решение. То есть никаких, скажем так, заманиваний и запрятываний информации о том, какие здесь риски, не происходят. Наоборот, об этом говорится в первую очередь. Есть вот такой-то проект, такая-то доходность, таким образом доходность это генерируется, и такие есть риски. После того, как все это пройдено, и контракт заполнен, подписан с обеих сторон, компания принимает ваши деньги, и вы начинаете получать доходы. Если речь идет о одноразовых, дело в том, что там есть еще и докопительные программы, в которых я, например, сам участвую, куда я вкладываю ежемесячно. Но это вообще отдельная история. Можно и таким образом подходить. Ну, то есть, насколько быстро вот этот процесс осуществляется? То есть, я сегодня купил, когда я начну получать какие-то деньги, такие простые, а просто чисто временные рамки какие-то задают. Если речь идет о разовых инвестициях в данном проекте, то это ежеквартально. Попросту говоря, если мы сейчас находимся в мае, да, апрель, май, июнь, соответственно, первые деньги, заключив контракт сегодня, вы получите в первое, не первое, 5-8 июля. На первой неделе июля вы получите за вот эти самые полтора месяца. Потом идет июль, август, сентябрь, получаете деньги в октябре, и потом октябрь, ябрь, декабрь, получаете их в январе. То есть, 4 раза в год ежеквартально. А твоя роль здесь какая? Ты принимаешь деньги, а инвентарь передаешь? Нет, нет, нет. Я изначально, когда увидел этот проект, я сам в него инвестировал, потому что мне он очень понравился. Я понимаю, что я инвестировал в накопительные программы просто по той простой причине, что я не умею копить совершенно. Мне показалось, что это будет хороший способ, чтобы я куда-то деньги там отправлял, небольшие сравнительно денежки ежемесячные, которые никак не влияют на мою сегодняшнюю жизнь. И они там будут собираться, и мне там некая копейка будет расти. Потом, когда вырастут дети, или когда мне надоест работать, будет некая такая подушка безопасности, как сейчас говорят. Потом мне предложили, поскольку люди знают, что я занимаюсь инвестиционной недвижимостью, и вот работаю с инвесторами, пройти обучение. Насколько для меня финансовые инструменты всегда были достаточно непонятной вещью. Я привык работать так же, как и большинство моих клиентов, с классикой. Вот эта вот недвижимость, купил, вот ключи, вот мы сдаем, зарабатываем, далее, так далее. И я прошел несколько этапов этого обучения, мне это все страшно понравилось. И я подумал, что мы все движемся в сторону так называемой share economy, то есть экономики разделения, когда люди работают в coworking или там, которые делят там такси, когда куда-то едут, так далее, так далее. Это общий тренд, и, скорее всего, к этому все дело идет. И деньги, которые работают на вас, они также могут быть саутсорсены, так сказать. То есть вы можете передать деньги в управление компанией, которая вам будет эти деньги, скажем так, которая будет генерировать вам доход с этих денег. Как вы заказывая, я не знаю, уборку в свой офис, не сами это делаете или ваше уборчество, а некая компания. Вам нужно вникать в детали, какие мощные средства они используют, и так далее, и так далее. Вам важно, чтобы результат был хороший, было чисто. Так и с деньгами. Мы идем к тому, что все больше и больше денег будет передаваться на доверительное управление, если можно использовать это словоочисление в данном случае. И они будут прилить вам доход. Тот самый пассивный доход, та самая тумбочка, которая всем нравится. Сейчас проговорили, у нас еще примерно полчаса времени есть. Давай продолжать. Поговори мне о вопросах. Вернемся к вопросам, которые нам уже задали. Но тут, видишь, мы немножко уже и про рейты проговорили, и про то, и про все, поэтому немножко в разнобой буду спрашивать. Конечно. Есть ли какие-то гарантии возврата инвестиций со стороны государства, аналог страхования банковских вкладов, или все риски лежат здесь целиком на инвесторах? На инвесторах. Государство не страхует подобного рода инвестиции, это риск инвестора. Но хочу, кстати, заметить, может быть, кто не знает, что страхование вкладов, например, в Европе работает только до 100 тысяч евро. Если у меня на счету находится 105 тысяч евро, или 200 тысяч евро, или сколько угодно евро, и банк этот банкротится, то банк обязан мне вернуть только 100 тысяч, а все остальные деньги я потерял. Это касается любого банка, любого немецкого замечательного банка, или финского, или какого угодно европейского. Просят к тому, что такое вообще гарантии, и как с этими гарантиями жить. Потому что это очень важный вопрос, и действительно очень многие спрашивают. Иногда людей так трясет от слова риск, их прямо так подташнивает, что они вообще не готовы рассматривать никакие варианты. И тогда, ну, когда я говорю, ну, нет, так нет, в конце концов. Я же не говорю, что вот счастье там, а вот несчастье здесь. Моя задача – рассказать о вариантах. Если мой вариант кажется интересным, мы начинаем работать, и я уже веду дальше человека до получения дохода. Борис, обязательно сейчас ответим чуть-чуть подробнее по Германии. До этого был вопрос уже по рейтам. Дополнительные расходы при инвестициях в рейты. Вот, а каких сумма, еще разочек, какая может быть? И кроме того, что ты платишь за вот покупку этих акций или облигаций, что-то еще ты дополнительно должен платить? Единовременно или постоянно? Нет, ты покупаешь акции компании, и это очень похоже на покупку обычных акций на бирже. Такая же ситуация. Если у вас есть брокер, который вам помогает, он берет некую комиссию. Так сказать, никаких текущих расходов по владению этой акцией у вас нет. Окей, давай чуть-чуть по Германии. Сразу хочу сказать, еще раз попрошу проанонсировать наш следующий вебинар, состоится ровно через неделю, но тем не менее, вот 3000 евро, человек, ну, то есть вопрос такой, можно по подробнее по Германии, вкладываю 3000 евро, получаю с них 300 евро в год, срок покупаемости 10 лет. В чем бизнес? Или помимо процентов мне еще вернулся 300 евро? Здесь несколько ошибок в самом вопросе. Во-первых, я не утверждал, что 10% платится при инвестициях в 3000. Разумеется, процент зависит от того, какую сумму инвестируешь. Если мы говорим о разовых инвестициях. В случае, если инвестирует человек от 3 до 50 тысяч, он получает 6%, от 50 до 200 тысяч, 8 и после 210%. То есть процент зависит от суммы. Это первое. Второе. Эмиссия прописана таким образом, что деньги возвращаются в данном, мы говорим о конкретном проекте, сейчас существует, о данном проспекте, и не возвращаются в январе 2026 года. То есть комиссия действует до декабря 2025 года. В 2026 году в январе возвращается вся сумма, которую вы инвестировали. Вы инвестируете 10 тысяч, значит 10 тысяч возвращается. Все это время, все это время вы получаете ежеквартально свою комиссию. То есть понятно, что 3000 – это не бог весть какая доходная. Что такое 3000 и 6%? Это 180 евро в год или 15 евро в месяц. Понятно, что это не те деньги, ради которых стоит инвестировать. Это может быть составляющей, так сказать, некого пакета, в котором вы инвестируетесь, в который вы, по крайней мере, деньги не потеряете и какую-то копеечку заработаете. Тем, кому нужно, скажем так, деньги инвестировать в малых суммах, я больше советовал бы накопительные программы, а не разовые, например. Разовые имеет смысл делать тогда, когда вы хотите вкладывать хотя бы 20-30 тысяч. Тогда у вас будет уже 150 евро в месяц, уже хоть какая-то денежка, это все там 12-12 тысяч рублей. Если мы говорим о сроках, в принципе, на которые такие инвестиции осуществляются. Ты назвал срок, скажем, до 25-го года, но это все-таки 5 лет. Вообще считается, что в недвижимость такой плюс, и если, может, мы говорим о пассивном доходе, вкладываешь надолго, вложил, ну, в хорошем случае забыл, и мы сидим, а денежки идут. Но тут ты в некоторых случаях сказал, там, и год, и два, а это, в общем, не те сроки, которые позволяют расслабиться. Ты постоянно должен думать о том, что тебе делать с деньгами, какой же ты пассивный доход. Я не помню, что я бы говорил, что через год или два можно выйти. Ну, например, по Германии это 5 лет, вы можете, получив эти деньги, потом реинвестировать их опять, если через 5 лет. То есть раз в 5 лет вы должны принять решение, что вы делаете со своими деньгами. Если к тому моменту вы получили, например, там, более интересное предложение, или вы хотите деньги эти вложить в то, чтобы там обновить там свой, не знаю, машинный парк, или купить более просторную квартиру и так далее, и так далее, вы можете это сделать. Если вы видите, что ваши деньги хорошо отработали, вы хотите продолжить, потому что, например, у этой компании 78, по-моему, процентов инвесторов повторяющиеся. То есть те, которые получили деньги и опять инвестируют. Они видят, что деньги работают, и им это нравится. Поэтому, что делать с деньгами, нужно решать раз в 5 лет. В этом конкретном случае. В случае Франции, там нужно решать через 5 или через 10 лет. Тогда вы должны, так сказать, свои... Вы можете воспользоваться правом обратного выкупа, а можете им не воспользоваться, потому что через 10 лет, например, вы захотели просто пользоваться этой своей квартирой, играть в гольф. Пожалуйста, тоже возможно. Но уже доходности не будет. Будет просто у вас собственность там. Или совместная собственность, если вы покупали в ракцию. Частично мы касались с тобой этого вопроса, но вот Михаил спрашивает, есть ли подобные проекты на Кипре. Ну, вот ты назвал 50 стран. Давай так, в каких странах ты проекты анализировал, и в каких странах, и почему они подошли или не подошли? Потому что цифра 3, которую ты назвал, ну, всего 3 подобного рода проекта, в том числе, которые работают, это немного. Да, видишь, потому что как бы у меня нет задачи, тут количество совершенно не обязательное условие, тут качество в миллион раз важнее, поэтому можно иметь и один проект, если он решает основного количества моих клиентов, то, собственно, этого и достаточно. Расширение на несколько проектов пришло, на самом деле, опять-таки, я всегда следую спросу клиентов, занимая собственную инициативу. Кто-то вложил в один, говорит, хорошо, мне уже все нравится, но давайте что-нибудь другое предложить, хочу работать с вами, но не хочу, кладу все в одну корзину. Вот, кто-то говорит, хорошо, вы красиво говорите, но я боюсь через вас инвестировать там 200 тысяч, например. Я хочу инвестировать 20 тысяч, и посмотрите, как вы работаете. Я говорю, хорошо, вот вам решение на маленькую сумму, и мы с вами проходим этот процесс, если вам все нравится, мы начинаем проходить на более высокие суммы. Такой тоже может быть повод для перехода. Значит, тут ты сейчас говоришь по поводу того, в каких странах есть рейты, при том, что я пока ни с одним рейтом не работаю. То есть Германия – это не рейт. Это похоже по своей схеме на рейт, но мне всегда нравится именно прогнозируемая доходность. Вот это мое ключевое условие работы с тем или иным проектом. Потому что рейты – это акции, и люди, которые неизмеримо профессиональнее, чем я, разбираются в фондовом рынке, в акциях и так далее, они на самом деле могли бы оценить в большей степени риски рейтов и интерес к этому роду инструменту. Но я добавил рейты как в зону своих интересов, изучаю сейчас варианты, потому что это тоже способ зарабатывания пассивного дохода на недвижимость. Все, что касается недвижимости, мне интересно. Так, подожди, ты посмотрел и видишь, 50 рейтов, сколько ты их в Германии, или 100 рейтов, ты посмотрел, изучил, но не начал с ними работать. Есть некоторые, которые, ты сказал, слушай, вот интересно, задумываешься. Нет, 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 я сказал, что порядка 50 стран разрешают рейты у себя как вариант создания вот такой компании, которая покупает недвижимость и собирает деньги. Вот, я смотрел, здесь в Финляндии, например, я смотрел на варианты рейтов. Они есть в 5 стран. Ну, смотрел и что? Нет, я не стал работать с рейтом по той простой причине, что здесь нет никакой прогнозируемой доходности. Повторюсь, мне рейты интересны как вариант, но я пока, если я буду сравнивать рейт, любой рейт, без разницы, это будет там, я не знаю, там American Tower, который там 70 миллиардов у них долларов собственности в недвижимость вложено, то есть гигантская компания, крупнейшая в мире. Или это будет компания маленькая, у которой там 2-3, не знаю, там коммерческих помещениях где-нибудь в Волу. Они мне пока не интересны, потому что я вижу, что это немецкий проект, мне, по крайней мере, дает фиксированную доходность. А именно прогнозируемость для меня является лучшим словом. Поэтому к рейтам я проявляю интерес, но пока сам с рейтами не работаю. Хорошо, еще тогда один вопрос. Коллеги, постараемся ответить по максимуму на все, что вы спрашивали, вопросы видели. У нас есть еще такой волшебный слайд, с которого мы, собственно, начинали. Мы говорили о проектах в Юго-Восточной Азии, с учетом того, что ты в свое время там работал. И вот долевые схемы, они в Юго-Восточной Азии очень популярны. Там нет долевой схемы. Я не знаю, про долевые схемы. Долевые, опять же, я под словом долевые в силу своей погруженности. Наверное, ты про лизинг, скорее всего. Про лизинговые схемы, конечно, да, просто уже. Да, да, да. Так. Вот все равно цифра в 9%, она, которая у тебя была заявлена, а я взял с твоего сайта, кстати. То есть это не то, что я там взял сейчас. Верно, верно. Я и не возражаю, я и не сопротивляюсь, да. Хорошо, что не сопротивляешься. Все-таки, когда ты начинаешь работать, ну, когда ты общаешься с тайскими компаниями, ну, 9 называют изредка цифры, но, по крайней мере, нижнюю часть вилки, они всегда ставят, ну, как бы чуть-чуть ниже. 9% это... Вот, да. То есть вот несколько слов об этом и какие из вот этих... Я в кавычках ставлю слово долевых, но мне от него никуда не деться. Схем в данном случае применимы на этих рынках? Значит, все проекты в Юго-осточной Азии, без разницы, это будет Бали, это будет Камбоджа, это будет Индонезия, Филиппины, там, или, естественно, Таиланд, все проекты, которые я знаю, они все связаны именно с отложением туристов. Это необычный кондоминиум, в котором сдают недвижимость в аренду, потому что в Таиланде вообще она запрещена законом как отложенная аренда, кстати. Вплоть до тюремного заключения. Поэтому там на краткосрочку покупать обычную квартиру в кондоминиум просто, ну, честно, не стоит. Вы слишком сильно рискуете. Поэтому все эти схемы, они все рассчитаны на туристов. Таиланд, как известно, принимает нормальное время, скажем, если брать прошлый год, порядка 40 миллионов человек. Около 20% ВВП – это туризм. Под 20. 17-18, по-моему, последние цифры. Я могу немножко ошибаться, но не принципиально. Из них 10 миллионов, то есть четверть – это китайцы. Эта доля только растет. Китайцы любят Таиланд, по целому ряду причин, о которых можно говорить – это долг. Вот. Поэтому все эти бизнесы, они рассчитаны на приток туристов. Турист – это самый доходный арендатор, как мы знаем. Попросту говоря, если вы сдаете квартиру на год, то, что вы получите в сутки, если нет с тем, сколько вы заработаете, сдавая ее на неделю, или тем более на одни сутки, будет все время, разница будет все время расти в сторону краткосрочки. Понятно, что краткосрочная аренда в определенный период времени, за неделю или за месяц, все это вам больше, чем 12-я часть от годовой аренды. Это очевидно, правильно? То же самое с туризмом. Когда вы платите там, не знаю, 2-3 тысячи бат за номер, это те деньги, которые вы никогда бы не заплатили, снимая квартиру на месяц, и уж тем более на год. Потому что за месяц вы заплатили бы там 15-20 тысяч, было бы уже там 700 батов, 600 батов в сутки, если брать конкретные цифры. Поэтому все эти доходности, которые там существуют, они все исходят из того, что едет турист, этот турист платит деньги. Мало того, в компании существует, как правило, некая, вернее, у этого резорта существует некая инфраструктура, которая тоже вытягивается из туристов в деньги. Немножко на манер all-inclusive турецких, когда старается, чтобы человек оставлял максимальное количество денег поблизости, или там платил больше изначально и так далее. Таких схем нет, это и ладно, насколько я знаю, all-inclusive, но идея такая, что ты пригозишь туристы и вытягиваешься не только за проживание, но и за все остальное, что возможно. Она генерирует эту вот кубышку. Кубышка делится соответственно между управляющей компанией, владельцем и совладельцами, то есть этими самыми инвесторами. Вот отсюда и появляется эта доходность. Вот она заточена исключительно на туристов. Когда туристов нет, когда Таиланд встал, как сейчас происходит, бизнес остановился. То есть сейчас ты не рекомендуешь это направление? Нет, я не рекомендую сейчас. Я остановил все работы по Таиланду по той простой причине для тех, кому нужна гарантированная доходность, повторюсь. То есть кому-то покупают и они покупают для себя и дай бог что-то потом когда-то сдадут и так далее. Пожалуйста. Мы не говорим про вкусы сейчас, кому где хорошо. Мы только про деньги. Я еще раз все-таки просто слишком много было вопросов. Ну, поскольку тема у нас была заявлена с одной стороны узко, а с другой стороны ее понятненно можно было и широко. У нас есть очень много вопросов по ходу нашего вебинара. Поступило про разные страны. Франция, Германия, Чехия, Кипр. Вот был вопрос. Что ты можешь сказать про эти страны с точки зрения и с точки зрения твоего подхода и с точки зрения общеинвестиционного. Франция, Германия, Чехия, Кипр. Я не рискну на эти темы говорить. Честно, поскольку не являюсь специалистом по Чехии или по Кипру и даже назвать себя специалистом по Германии я не знаю. Я смею предположить, что я специалист по деньгам. Я специалист по доходной недвижимости с гарантированной доходностью. Вот это то, чем я занимаюсь. Проект может оказаться где угодно, если это стабильная экономическая страна. Мне совершенно все равно. Германия в данном случае появилась, потому что это Германия. Хотя это несомненный плюс. Стабильная экономика крупнейшая, европейская и так далее. Но окажите этот проект в Польше, я бы с удовольствием заработал бы из Польши или на Кипре. Вообще, вы обратите внимание, насколько особенно в последние годы стало больше предложений с гарантированной доходностью. Насколько этот тренд начинает сейчас выстреливать. В Таиланде только ленивый, кажется, уже не предлагает некую гарантированную доходность тем или иным способом эту самую генерирую ЕМУЮ. И если становится все больше, мы обещаем. Кипр об этом говорит, Турция об этом говорит, наверное, Испания тоже, я просто не в курсе. И так далее. Это тренд. Всем нужна доходность, но не все в состоянии ее обеспечить. Тут вот моя работа и начинается, как мне кажется. Если мы говорим о самостоятельной оценке потенциальным инвесторам одного и другого объекта, где он может купить кусочек, да, чего-то, критическая оценка хорошего объекта и плохого. Вот это те же самые при критерии, как если бы он покупал объект целиком, или какие-то здесь есть определенные нюансы, связанные со самой схемой инвестирования? Нет, со схемой нет. Важно, что если человек запускает впервые программу гарантированной доходности, и вы оказываете этим, скажем так, кроликом для испытаний, то это не самое лучшее, скажем так, положение для инвестора. Желательно смотреть, насколько уже компания работает давно в этой сфере, насколько они уже, скажем так, отвечали за свои слова в прошлом. То есть, насколько компания уже предлагала, давно ли она предлагает эту программу, и на основании чего, и как она реализуется. То есть, реализованный проект, реализованные какие-то уже бизнес-схемы. Это как бы одно, на что я обратил внимание. Во второе, я бы смотрел на сам проект, смотрел, насколько, на мой взгляд, он является здоровой бизнес-схемой. Тут, конечно, хорошо и самому как-то думать головой, или обращаться к тем, кто аргументированно может что-то отследить. Потому что, вы знаете, очень частая ситуация. Я спросил у друзей, они сказали, что Таиланд – это отстой. Это страна третьего мира, там их туда инвестируют, только сумасшедшие. Кто эти друзья, почему они так сделали, потому что им не понравился Таиланд. Нет всегда, почему-то нет считается лучшей экспертизой, чем да. Потому что нет, ни к чему не обязывает. Да, потом тебя могут обвинить, что ты что-то не так сказал. Поэтому, как правило, эти псевдоэксперты говорят нет. Им нравится слово нет. Что бы ты им ни предложил. Развод. Тут я видел один из комментариев был, что кооператив помахивает там жульничеством. Слово кооператив вообще. Ну, приезжайте в Финляндию и скажите тем людям, которые живут в многокративных домах, которые все являются членами кооператива, владеют этими акциями. Кажется ли им, что это жульничество? Как правило, такого рода люди просто не владеют информацией и сказать что-то негативное проще. А кому-то, вы знаете, как на человека действует слово развод. Это просто магическая штука. Даже если человек действительно хочет разобраться в чем-то, но если кто-то где-то кинул, там мимоходом, это развод для лохов или еще что-то, человек в страхе бросает всю свою изначальную идею разобраться и бежит, потому что все, заклеймили. Никто не спрашивает тех, на основании чего он сказал это слово и почему, какие у них для этого основания. Как правило, никаких. Поэтому я призываю к смелости, я не призываю к тому, чтобы все бросать и кидать деньги, куда попало. Я призываю к смелости и к вдумчивому изучению проектов с цифрами. Еще пару вопросов задам, но вот был блок вопросов от Никодима и от Нины. Они сейчас пришли вот со стороны Российской Федерации. Насколько я понимаю, ты постоянно находишься в Финляндии и со стороны России на эту историю не очень смотришь, но этот вопрос важный. Насколько ты готов сейчас дать какую-то информацию или мы оставим ее до следующего раза, как тебе будет удобно. Если готов сейчас... Вопрос два. Как рассматривает ФНС владение долей компании или кооперативом, перед кем нужно отчитываться здесь, как в России, и каким образом в этих схемах решается вопрос вообще с валютным контролем для граждан РФ. История очень... Насколько я... У меня есть инвесторы из России, разумеется. Я не знаю, как они эти вопросы решают, насколько они куда-то там декларируют, но будучи налоговым резидентом той или иной страны, вы обязаны декларировать доходы, получаемые как в этой стране, так и за ее пределы. Если в данном случае и речь идет о доходе, например, с акцией или о доходе с облигацией, он, я полагаю, точно такой же, как если бы покупали бы акции российской компании типа Газпрома. Не знаю, 13%, наверное, в России. Это вот, скажем, проще позвонить налоговую службу или там погуглить, и наверняка эта цифра не найдется. Не так-то уж и просто. Позвонить-то в налоговую можно, но, знаешь, как говорят, что после звонка-то все вопросы и начинаются. Ну, тут я знаю, как бы на решение инвестора, да. Речь идет так, речь идет о участии в иностранной компании. Ну, на самом деле, у нас даже на прияне было несколько материалов на этот счет про доли в иностранной компании. Я думаю, что мы, если сейчас успеем, в чат коллеги мои найдут этот материал про владение долями. Мы просто ссылочку скинем сейчас прямо в чат. Я думаю, что, может быть, мы здесь поможем ответить. Совместно с КПМГ мы делали довольно подробный материал на этот счет. Да, это я думаю, что это очень информация. Вот. И тогда вопрос такой. Все-таки механизмы защиты иностранного инвестора. Когда ты покупаешь какой-то кусочек, как строятся твои отношения, кто ты для той головной компании, которая, ну, в том или ином случае занимается решением инвестиционных вопросов с тобой? Ты для нее мелкая сошка, и они тебя вообще в глаза не видели? В большинстве европейских стран существует, так называемая, закон о защите миноритарных акционеров или миноритарных инвесторов. Суть этой защиты заключается не в том, что государство говорит там, трать куда хочешь, я тебе всегда деньги верну. Разумеется, нет. Речь идет о том, что они ставят вас в очередь первыми или приоритетными относительно крупных кредиторов, что позволяет, ну, например, возьмем ситуацию в Германии, к примеру. Я не специалист по немецкому законодательству, наверняка у вас есть множество коллег в Германии, которые лучше это не знают, но суть примерно такая, что компания, которая покупает недвижимость для реновации, которая может доказать, естественно, тем, что она является владельцем леса, владельцем того или иного объекта недвижимости, если по каким-то удивительным причинам эта компания вдруг решает, что им не нужен этот бизнес, и они вдруг убегают, исчезают, все это имущество они с собой не могут утащить, имущество начинает продаваться, и с продажи этого имущества инвесторам возвращаются деньги. Естественно, можно сказать, что инвесторам было столько, а вот денег получили столько. Тогда это делится в той степени, по каким-то местным правилам, эти деньги делятся между всеми инвесторами, которые в этот проект вложились. И повторюсь, покупать, надо не бояться говорить о рисках, то есть это нормальные совершенно разговоры, и с риском нужно понимать, если все время как-то прятать эту деликатную тему куда-то там под стол, и говоришь, не-не-не-не, вот вы не обращайте внимания, вы просто вот здесь подписи, вот сюда деньги, пожалуйста, то рано просто это выйдет боком. Надо начинать с того, чем человек рискует. И как правило, когда нужно по-честному говорить о рисках, о чудо, люди начинают гораздо более спокойно относиться к этим вещам, и начинают уже соотносить, что мне важнее, доходность или вот эти риски, насколько я соотношу одно с другим, готов ли я к этим рискам, или говорят, нет, я не готов, мне это как бы страшно. Хорошо, мы тогда идем в другую сторону, идем, например, покупаем недвижимость в Хельсинки, как вот недавно было с питерским клиентом, ему нужно было только в Хельсинки, ему не нужна доходность. Да, я ему сдал эту квартиру, он там получает 1000 евро, порядка 1000 евро в месяц с нее, но все остальные вещи его не интересовали. Только вот так. Пожалуйста, у меня же такие решения тоже есть, я же не говорю, что ребята, бросайте покупку квартир где там угодно, идите ко мне, я буду продавать акции, это единственное счастье. Нет, конечно, это просто решение для небольших инвесторов, которые хотят положить небольшие деньги, или диверсифицировать свои инвестиции на несколько корзин. Вот для них это решение интересно, на мой взгляд. Ну, окей, тут тогда может быть такой тоже общий вопрос, а при этом, если у инвестора там 3000, а у другого 30 тысяч, которые он готов, ну, назовем это словом, рискнуть, или которые он готов вложить, возможности у которого, возможности того инвестора, у которого денег просто больше, они насколько серьезнее, связано ли это просто с возможностью диверсифицировать? В рамках этих сумм единственная возможность это просто разложить на два проекта. В одном из них будет минимальный ход там 17 тысяч, чем-то, если говорить о Франции, а в Германии там остальные 13 тысяч, например, вложить и, соответственно, на них зарабатывать, если речь идет о диверсификации такого плана. Потому что, если говорить именно, у меня только проект, я могу прогнозировать конкретную доходность. Он может часть денег вложить там, не знаю, в американские акции или в российские акции, это уже будет его личное дело, и я к этому отношению никого не имею. Я могу говорить только за те проекты, которыми я работаю, и в них при сумме 3 тысяч есть только один вариант, в сумме 30 тысяч есть два варианта. Окей. Ну и давай тогда такой уже финально подводить как бы некий итог. Давай. По сути, ты несколько раз уже с самого начала ты вот эти выводы делал, как ты себе это видишь, твой инвестиционный подход, кому-то он покажется более убедительным, кому-то менее убедительным, контактами, тех, кому более убедительным. Твои контакты, пожалуйста, на экране, всегда можно связаться, пообщаться. Конечно. Более подробно узнать. В 10 раз, или в 3-й, точнее, раз скажу, что через неделю мы поговорим более конкретно, вот просто по полочкам разложим, а как же ты вкладываешь вот эти 3 тысячи, как ты вкладываешь эти 17 тысяч, вот что, где, кому, куда приносишь и так далее. Эрик, ну а с тебя тогда такое, как бы, ну, некое резюме, каким ты бы его видел, как, для инвесторов, которые по-прежнему находятся, а есть пока вопрос, накопительная от какой суммы, кратенько? Накопительная от 50 евро в месяц. Господи ты, боже мой. Это просто, вот, куда ты пересылаешь в определенное место и так далее. Да, да. Ну, 50 это слишком маленькое, то есть вы можете зайти с этим. Я зашел с несколько большей суммой, просто потому что я понимаю, что я могу, как бы, эту сумму инвестировать, и там есть возможность брать каникулы, там есть возможность вытаскивать часть денег и так далее, и так далее. Для меня она интересна тем, что я не умею копить, и вот это, как бы, для меня способ в хорошем бизнесе держать некие, так сказать, небольшие ежемесячные суммы, чтобы потом на выходе получить целиком еще из процентов. Но на выходе тоже недвижимость, то есть на той стороне тоже. Да, это то же самое, то же самое. То есть компания имеет возможность делать и накопительные программы и программы разового инвестирования, что, собственно говоря, этим занимаются ведь не только инвестиционные компании, банки тоже вам предлагают накопительные программы, просто условия другие. Ну, и вот тогда, да, то есть мы обращаемся к инвесторам, которые по-прежнему находятся вот в той ситуации, когда большие деньги, там, 100, 150, 200, какой-то единый большой объект недвижимости, они, может быть, и рады бы вложить, но не могут, или могут, но не хотят. Так? При этом их цель ликвидность, их цель какой-то пассивный, безусловно, доход, максимально пассивный, насколько возможно. твой взгляд, твой некий резюме того, что, собственно, ты же и говорил последние полтора часа. Мое резюме такое, что бы ни было, так сказать, вернее так, на какую сторону бы вы не смотрели с целью получения этого самого дохода и вкладывания своих средств, обязательно смотрите, в первую очередь, на цифры. Обычный Google на самом деле содержит множество ценной информации, которые позволят вам рассчитать, на какие деньги вы реально можете рассчитывать. Потому что я, может, не совсем справедливо, но я покусываю своих коллег, курортных риэлторов за их, так сказать, такую вот эту манеру приукрашивать ситуацию, как мужчина, уговаривающий женщину провести с ним ночь. Что бы ты ни хотел услышать, я все тебе подтвержу. Да-да-да, конечно, конечно, все будет так, как ты хочешь. Мне кажется, тут нужно отложить эмоции в сторону и очень скрупулезно считать или обращаться к тем, кто работает с цифрами. Я сейчас не себя рекламирую, есть множество людей, которые достойно работают с цифрами. Вот. Посчитав, четко поставить для себя цели и задачи, уже выбирать тот путь, который вы хотите. И тогда все будет хорошо. Эмоции вам только, вас приведут совершенно не в ту сторону, куда вы стремитесь. Окей, дорогие друзья, мы в ближайшие дни объявим сразу о полдюжине вебинаров до конца этого года на Preon.ru. Некоторые из них будут, кстати, до конца мая, говорю, на Preon.ru. Некоторые из них, как, например, 14-го числа будет вебинар с Эриком. 13-го числа у нас будет вебинар-марафон, который мы будем проводить по иммиграционным программам в разных странах с экспертами, иммиграционные программы, их связь с получением дохода такая. Так мы сформулировали тему. Дальше у нас будут до конца месяца и по США вебинар отдельный, у нас будет весьма интересный вебинар с Австрией, Грузией мы затронем, то есть об этих странах поговорим. В любом случае огромное спасибо, что вы были сегодня с нами. Эрик, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. что это было в любом случае очень интересно, если после этого и этот вебинар подтолкнутся к каким-то решениям, лично я буду только рад, причем это не обязательно должно быть решение инвестировать, это может быть решение не инвестировать. Абсолютно нормальное решение. В этом случае мы видим такие мысли очень-очень правильные. Ну и еще раз мы конкретней, подробней поговорим о конкретных примерах пошагово, как это все делается, потому что для меня, у меня вопросов лично осталось гораздо больше, чем ответов, которые я получил, но все-таки информацию давайте будем немножечко дозировать. Спасибо вам огромное. Да, Эрик, конечно. Я просто я подготовлю цифры и мы, может быть, если можно будет вывести на экран таблицы, мы сможем конкретным цифрам людям показать, как генерируется доходность и какие цифры у нас будут на выходе. Мне кажется, это будет лучше всего. То есть, если вы любите цифры и вам интересны цифры, то приходите, пожалуйста, на следующий вебинар, мы с Филом там будем стараться быть очень конкретными. Окей, с контакта Эрика перед вами. Встречаемся 14-го числа. Спасибо вам огромное. И, похоже, пока, по крайней мере, в России самоизоляция не заканчивается. Поэтому интернет нам в помощь. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо всем. Спасибо огромное. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok